Привет, меня зовут Слава Бульнков, и сегодня мы поговорим о том, как заработать на ютуб на чужих видео. Хорошая новость для тех, кому отключили монетизацию. Появилась возможность продать свой канал за хорошие деньги, даже если у вас есть райки. Неважно серый канал или авторский, по всем вопросам пишите на почту Печкина. Не забудьте отправить ссылку на канал и парочку скриншотов. На ютубе есть множество каналов, которые зарабатывают приличные деньги, не создавая контента вообще. Есть ли передачи, которые разрешают распространение своего контента или те же ютуб каналы? Так, например, канал РЕН-ТВ не позаботился сделать авторство на распространение, а значит вы можете перезаливать все, что там происходит. Также есть канал, у которых стоит лицензия Creative Commons на выпусках, что значит осознанное размещение на перезалив видео без каких-либо санкций. Таким является и мой канал. Я ничего плохого в перезаливах не вижу и перезаливайте, зарабатывайте, а я вам сейчас в этом помогу. В строке поиска ютуб введите слово или фразу тематики, которая вас интересует, и в фильтрах выберите лицензию Creative Commons. В этом списке есть много перезаливов с каналов, где это запрещено. Посмотрите, какого качества контент. То есть не на официальных выпусках часто стоит разрешение 360p или 480p. Также обратите внимание на превьюшку, описание и активность канала. Именно так вы сможете с большей вероятностью найти подлинный источник. В принципе все, скачиваем выпуски и заливаем на канал. Но все же, почему некоторые говорят, что зачастую заработок на сером канале выше, чем у авторского с таким же количеством подписчиков? Потому что можно пихать рекламные паузы через каждые пару минут на часовые видео, без угрызения совести. Конечно, этого делать не стоит, упадет удержание аудитории и ролику будет сложно выйти в топ и похожее. Но на часовом видео 3-5 рекламных пауз будет нормой. При уже раскрученном канале продажа рекламы в конце и начале видео, продажа лайков и сабокса тоже актуальна. Причем кто-то открывает интернет-магазин, связывает канал с сайтом и размещает аннотации и ссылки в описании и зарабатывает на продаже. Можно пойти по более легкому пути и размещать реферальные ссылки и получать проценты. В последнее время прикрылось очень много серых каналов. Очень много серых каналов. Но почему? Во-первых, это банальный перезалив того, чего нельзя. Некоторые, конечно, меняют цветовую гамму в видео или накладывают водяные знаки, чтобы ютуб автоматом не заметил подлинного источника. Но сами блогеры, найдя такие каналы, тут же подают жалобу и канал блокируется. Скачивание превью точь-в-точь, как у других, и авторская музыка, которая тоже блокируется. Но если этого избегать, то просто не к чему будут придраться. Если тебе хочется попробовать перезаливы, а именно моих выпусков, без проблем, только в описании оставь ссылку на подлинный канал. Кстати, это я и советую делать при других перезаливах. Это уменьшает риск блокировки канала, когда блогер сменил лицензию на стандартную. А у меня все. В предыдущие выпуски по ютубу есть подсказки в правом верхнем углу. Подписывайся на канал, чтобы получать новые интересные и полезные выпуски. Также подписывайся на меня вконтакте, инстаграме, твиттере и перископе. А это был Слава Буленков. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok